Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне очень хотелось бы наладить свои отношения с отцом. Мы редко общались с ними раньше, то есть не было возможности. Дело в том, что мой отец отсидел в тюрьме почти все мое детство, но несмотря на это я его очень любил и старался видеться с ним чаще. На тот момент мне было от 5 до 9 лет. Сейчас, когда он вышел, отношения не улучшились. Он вроде бы любит меня, но сейчас у него совсем другая семья. Мама, они развелись еще давно, и тогда у меня появился отчим, с которым я общаюсь скорее как с дядей, чем с отцом. Дело в том, что я ревную отца к его ребенку, и уже давно винию его в том, что он не поддерживал меня в детстве, его не было. Я задаюсь вопросом, почему ты ведешь себя со мной не так, как с ним, со своим сыном. К тому же меня очень интересует тот факт, что я становлюсь в полной копии отца, и снаружи, и внутри. Мой внешний вид напоминает отца в молодости. Стричка, лицо, глаза, много чего еще. Но да, у меня появляется желание покупать одежду, похожую на ту, которую на стон. И я делаю это. Я очень люблю, когда фигура себя похожа на него, но я ненавижу его в душе. Так же почему-то я часто упоминаю его в общении с кем-то. Шучу на эту тему, тем от того, что он сидел. Я не хочу этого всего, я хочу вообще забыть его видерско поддерживать общение. Кажется, я не хочу общаться с ним, его слишком идеальный для меня с семьей. Так же забыл сказать, что я не виню его за свое детство, а винил за то, что он оставил мою маму, совсем одну на руках двумя детьми без работы. Я всегда хотел разрушить свою никчемную жизнь только по этой причине. Иногда мне кажется, что он старается за меня, но я не воспринимаю это. Этого мне нужна помощь. Ну, для начала надо сказать, что у вас здесь есть противоречия, да, то есть вы говорите одно, а тут же пишите другое. Вы говорите, что не вините его за свое детство, но пишите, что вините его за то, что он не поддерживал вас в детстве. Это как-то вот, это противоречие. Так же я не совсем в данном случае понял, какого именно общения вы хотите, вы говорите, что вы хотели бы наладить свои отношения с отцом, а тоже пишите, что не хотели бы с ним общаться вообще, и, как бы, пишите, что хотели бы изредка общаться с ним только. Вот. То есть это тоже, это тоже момент, который, на мой взгляд, нужно, ну, определиться вам нужно с тем, чего вы хотите. Обвинение, то есть то, что вы вините своего папу, связано с перекладыванием ответственности на него с одной стороны и невозможностью посмотреть на него, как на человека с другой стороны. То есть вы видите его на данный момент исключительно как у вас. Хотя он не только ваш отец, но он и... человек, ну, в первую очередь он человек. И только потом он ваш отец. То есть вам надо смотреть на него с позиции уже такого, я бы сказал, взрослого. Человек. Вот. Но этого не происходит. К сожалению. Дальше. Как бы то, что вы его... Обвиняете, на мой взгляд, связано с тем, что он слишком много власти над вами имеет. Вот вы его идеализируете. Идеализация, на мой взгляд, связана с тем, что вы, как бы, свою ценность ставите в зависимости от него. То есть по сути у него получается вас обесценивать своим отношением. Вот. Плюс ко всему есть много непрожитых эмоций и много непрожитых чувств по отношению к нему, которые необходимо прожить. И вы довольно невнимательны к себе, довольно невнимательны к тому, что происходит с вами, на мой взгляд. Вы, на мой взгляд, много пропускаете. Того, что... Вы чувствуете, много пропускаете, не замечаете. Того, что вы ощущаете. Вот. И... У вас есть ожидания. Вот. Апсал. Вот. Ревность. Так же связана с вашей, ну, как бы, то, что вы себя не чувствуете ценностью. Вот. То, что вы пытаетесь быть копией своего папы, это связано со стремлением быть к нему ближе. Вот. Ну, а забыть его, понятное дело, невозможно. Вы пишете, что не хотите общаться с ним и слишком идеально для вас семьёй. Почему вы считаете его семью идеальной, да? То есть, это тоже, как бы, обесценивание себя. Вот. Вы пишете, что хотите разрушить свою никчемную жизнь. Почему вы считаете, что его жизнь никчёмная, да? Потому что... Потому что он не уделял внимания вам. В данном случае. Вот. Вы пишете, что мне кажется, что он старается для меня, но я не воспринимаю этого. А скажите, подскажите, пожалуйста, вот, как конкретно проявляется, ну, невосприятие? То есть, вот, в чём оно выражается? То, что вы не воспринимаете? То есть, что что-то блокируется, что-то игнорируется или что? Ну, и обиды, обиды, обиды нужно проживать, обиды нужно корректировать. То есть, у вас очень много обид. И в целом, это, вот, перекладывание ответственности, как я уже сказал, за свою жизнь на жизнь отца. Вот. Причём здесь мама. То есть, он бросил вашу маму, как вы говорите, одну. Ну, а, то есть, здесь вот у вас идёт, как бы, деидеализация отца. Ну, внешне, понятно, что внутренне вы его идеализируете всё-таки. Вот. И наоборот, идеализация мамы. То есть, мама такая вот, жертву, несчастность и так далее. Вы себя такой считаете, скорее всего, тоже жертвой. Вот. Вот, в стадии все жертвы, то есть, путём работы с личной ответственностью, нужно выходить. А на этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго.